К нашему эфиру присоединяются директоры и основатели фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга Евгеньевна, приветствую. Добрый вечер. Ольга Евгеньевна, по вашим собственным наблюдениям, из кого сейчас еще в России героев рисуют? Нет, ну, собственно, главные герои, как сказал Путин, новая элита, это как раз люди, вернувшиеся с войны, с войны в Украине. И я замечу, что Клауд Роммель, это, во-первых, его не настоящее имя, это имя, собственно, фашистского фельдмаршала Второй мировой войны, настоящее имя Клауда Роммеля Александр, он православный блогер из Подольска, который отправился воевать в Украину, временно оккупированной территорией, и, собственно, он принимал участие в оккупации еще в 2014 году, при этом сейчас ему 31 год, отрехся от родителей, работал смотрителем на кладбище и видел там чудо, засветилось там что-то на могилке у какого-то местного там святого. Ну, то есть человек с полностью выдуманной биографией, но при этом очень агрессивный и точно совершенно поверивший в то, что ему все можно. Это типичный сейчас герой нового времени. И каждый день, на самом деле, каждый день мы получаем сообщение о том, что очередной такой герой в очередной раз отправляется на войну. И сейчас в Чите слушается дело о покушении на убийство молодой женщины. Собственно, это тоже, так называемый, герой специальной военной операции, который вернулся с войны, а до этого сидел в колонии за убийство и изнасилование. Это, собственно, каждый день. Каждый день из-за сообщения, или вообще мы видим кадры. Фу, да, это недели. Там разгромил троллейбус, избил девушку, взял в заложники. Это все, все каждый день одно, одно и то же герои специальной военной операции, которые, конечно же, пока еще возвращаются в Россию немногие, немногие. Это довольно редкий случай, чтобы вернулись, потому что отпускали с войны с передовой пригожинцы. Пригожин, собственно, отпускал. И первые шесть месяцев после Пригожина отпускали представители Министерства обороны. Ну, теперь этого нет. Но очень многие, так сказать, особо одаренные граждане проделали этот путь. Тюрьма, война и опять тюрьма по два раза. И я знаю уж, по крайней мере, с десяток фамилий, которые проделали этот путь, по три раза. Это вот новый... А суды нехотя выносят сейчас приговоры, обвинительные приговоры в отношении этих людей? Или это единичные случаи? Вы знаете, все гораздо хитрее. Все гораздо, гораздо хитрее. Дело в том, что так называемый Клауд Ромель, он уже сейчас, совершая преступление, я говорю, что под судом, имел контракт. Именно поэтому его отпустили. Если бы этого контракта не было, было бы все то же самое. Но это заняло бы больше времени. И даром Путин подписал два закона в этом месяце, в октябре, который позволяет брать из со скамьи подсудимых уже. И мы знаем практику, пока еще нет закона, но мы видели практику и видим ее каждый день, что полиция предписана при задержании подозреваемых, совершивших правонарушение или подозреваемых в этом деле. Подозреваемых предлагает им отправиться на фронт и за каждого такого уговоренного платят 10 тысяч рублей, а в Москве 50, в Москве голову подороже будет. И мы уже зафиксировали несколько случаев, по крайней мере, 4 в разных регионах России. И один из этих случаев в женщине 50 лет, это в Новгородской области, которая украла продукты в сельском магазине на сумму 3 тысячи рублей. Позиция хэдхантинга приобретает совершенно новые грани. Абсолютно о них даже не догадывался ранее. Окей. Сложнее ли становится, по вашим собственным наблюдениям, рисовать из этих нелюдей героев в связи с рецидивами? Ну, то есть, путь-то понятен, да? Уже совершенное преступление, далее война, далее возвращение на гражданку, совершенное преступление, ну, либо контракт, либо снова через тюрьму на войну. Вы знаете, здесь тоже очень любопытные детали. Если посмотреть разнообразные, прекрасные отчеты, особенно в местных региональных медиа, которые, конечно, связаны с властью, с губернаторами, естественно, как в школу пришел герой в специальной военной операции, там обычно не пишут, что он судимый, но в маленьких городках все друг про друга знают. Прекрасно. Так же, как и этот Плаут Ромель, между прочим, он ходил в школы, он ходил в школы, как герой войны, ну, педофил, да, он ходил в школы. И то же самое происходит, на самом деле, это везде. И когда ты видишь эти красивые репортажи, как пришел к детишкам, вот, я всегда лезу в комментарии, и я никогда не вижу, вот, чувствуя, что человек ватник, зетник, поддерживает войну, Путина любит, прям видно. А все равно пишут, уберите этих людей от наших детей, пусть ходят там в другую школу, в соседнюю школу, забирайте обратно войну, нечего тут делать. То есть, когда касается собственных детей, люди совершенно по-другому на это реагируют, по-другому. Уже никаких героев нет. И, конечно, это закладывает не только это, не только это, очень многие вещи. Закладывают, конечно, такой серьезный очень фундамент, ну, его уже не изменить для будущего очень серьезного гражданского противостояния, которое, наверное, стоит назвать гражданской войной, поскольку, поскольку, конечно, люди, которых назвали, ну, не люди, которых назвали новой элитой, когда война рано или поздно закончится, и они вернутся в Россию, они будут требовать своей доли. Они будут требовать своей доли пирога, они будут требовать своей доли безмерного уважения, денег, работать не будут и так далее. Путин уже сказал, что новая элита, а старая элита не собирается двигаться. Они не привыкли, не умеют ни работать, ни жить в социуме, ни так далее. И будет очень серьезное противостояние, конечно. Знаете, мне еще нравится оговорка оговорка омбудсмена Красноярского. В Красноярском крае было заседание правительства прошлой весной по поводу закрытия зон. Как раз закрывались несколько колоний в Красноярском крае. Вообще 53 колонии закрылась в этом году. Вообще в России. И в том числе и в Красноярске. И вот омбудсмен прямо на заседании правительства сказал, зачем же мы закрываем колонии? Ведь вот кончится война, вернутся наши герои. Мы куда их денем? Прекрасно. Да, звучит. Хорошо звучит. Кстати, а этот путь из отбросов общества или преступников в герои, он касается всех и каждого? То есть любой гражданин Российской Федерации? Или же это распространяется и не граждан тоже? Допустим, мигрантов, которые тем или иным способом затягивают на войну, там они совершают военные преступления, после этого возвращаются, периодически совершают довольно тяжкие преступления, а дальше тот же путь, снова на войну. Они тоже герои? Ну, знаете, есть список тех, кого на войну не берут. На войну не берут, ну, и это официально понятно, что закон Российской Федерации не исполняется, и вообще эти законы не имеют отношения к праву, но тем не менее, это как-то прописано на бумажке, что не берут, в общем, политических, то есть все законы, связанные с фейками, терроризм, экстремизм, угон воздушного судна, и, между прочим, не берут с, не тяжелой педофилии, а вообще с педофилией брать запрещено, но к Клауду Ромелю и другими это не относится. То есть педофил на самом деле брать можно, а вот если ты подозреваешься или уж тем более обвинен и получил срок поджог военкомата, это нет. Что касается мигрантов, те, которые получили свежие паспорты Российской Федерации, пожалуйте, пожалуйте бриться, те, кто не получил и при этом сидят в тюрьме, например, без гражданства, они идут, их никто не спрашивает, их забирают. И несколько у нас было обращений от родителей таких парней, которые сидели в зоне и попросили помочь, чтобы их не забирали на войну. И я сказала родителям, что тогда нужно принимать решение, это нельзя бороться анонимно. И надо понимать, что, конечно, на них будет очень серьезно усилено давление. Они взяли три дня, поговорили со своими сенавьями, сказали, нет, они уйдут на войну. То есть давление тюремное хуже и опаснее, чем война. Но что еще интересно, что еще интересно, меня всегда занимало, зачем? Зачем оккупанты забрали из Черцовской области при видеоккупации в ноябре 22-го года 2,5 тысячи украинских заключенных. Они забрали тогда несколько детских домов, психонерологический интернат и пять зон. 2,5 тысячи заключенных оказались в России, украинские заключенные с украинскими бумагами. И мне казалось, что их будут вербовать на войну, обещая русское гражданство. И знаете, что потихонечку их выпускают, по одному, по два, по три, по четыре, по пять. И мы их сопровождаем раньше через Колотиловку в Белгородскую область, сейчас через Верхний Ларс в основном, потому что в Белгородской области идут бои. Страны Балтии закрыли таким гражданам въезд. Ну, в общем, сейчас их стало чуть поменьше, народчик 500 за два года ушло. И вы знаете, что очень мало кто, очень мало кто соглашается на российское гражданство. Вот две с половиной тысячи заключенных, которые совершили преступления по украинским законам и которые получили сроки. Им предлагают русские паспорта, им все предлагают. Действительно, все предлагают. Они не идут. Кстати, о количестве рецидивов. Я помню заявление Путина, оно громко звучало во всеуслышании, меньше полупроцента рецидивов. во сколько это соответствует действительности? Ну, на самом деле, это слова конченного идиота, просто. Это любой бы человек, который бы так сказал, то есть заслужил бы такой характеристикой. Собственно, почему? Потому что вообще процент рецидива это показатель, который ненавидят вообще специалисты по праву или по пенциарным проблемам, потому что даже в России считают рецидив тремя разными способами. И вообще в разных странах по-разному считают. В России считают два департамента Верховного Суда и ПСИН. Один департамент Верховного Суда считает, что рецидив это преступление повторное, совершенное в течение года после освобождения. Другой департамент считает, что это повторное преступление в течение пяти лет. А ПСИН считает, что это в течение всей жизни. И вот это три совершенно разные цифры, но если брать уже, я вот считаю, что ПСИН, наверное, наиболее приближенное к реальности, то есть это это преступление повторное, совершенное в течение всей жизни. В России 93% рецидив. Если считать таким же образом за всю жизнь, Норвегии 16%. Ну, в Норвегии это самый маленький показатель в мире, но в России 93%. Это означает, что любой человек, почти каждый, кто оказался в тюрьме, окажется там еще, 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 снова, снова и снова. Поэтому путинские полпроцента, полтора процента, 122%, как угодно. То есть эта цифра просто взята из потолка. Для того, чтобы говорить о рецидиве, нужно иметь время для наблюдения. Хотя бы год. Ну, хотя бы год. Ольга Евгеньевна, на самом деле, правда скрывается в совершенно ином. Мы с вами обсуждаем вроде бы как проблему российского общества, но оказывается, если послушать, например, Михалкова в эфире «Россия-24», в России сейчас совершенно другая проблема. Куда более серьезная. Глубочайшего уровня. Квадроберы. Сейчас процитирую. Значит, отказе от человеческой жизни, квадробинг, да, который совпадает с ЛГБТ, зоофилией. Также это вседозволенность, с которой начинался фашизм. Вот оно как. Воспоминается бессмертное произведение Владимира Семеновича Высоцкого про карнавал, надели маски кроликов, слонов и алкоголиков. Это все отвлечение от серьезных проблем? Это все вбросы того, что можно было бы громко пообсуждать? Или же квадроберы – это просто следующее насильно мобилизованные, потому что в ближайшее время они окажутся за решеткой? За квадробинг? Я думаю, что квадробинг – это, прежде всего, родители, конечно. Будут лишать родительских прав, стращать, забирать детей и прочее. Любопытно, что герой специальной военной операции Клауд Ромель берет фамилию фашистского генерала. Всех устраивает. Всех устраивает в том порядке. А фашисты, не перепутайте, фашисты в Украине. Просто не перепутайте. Фашисты в Украине. То, что Клауд Ромель носил 10-летнюю девочку и отпускают – нормально. Но если бы эта девочка была квадробером, я даже знаю, кого бы посадили бы. Девочку квадробер, а ее родители, естественно. Ну, естественно. Правильно сделать, что изнасиловал. Господи, она же в маске кролика. Еще не так надо было. Значит, перевоспитание, конечно. Да уж, перевоспитание. Тут иначе, наверное, не назовешь. Да уж, Ольга Евгеньевна, спасибо большое. Спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо за предоставленную информацию. Спасибо за эту беседу. Надеюсь, в скором времени вновь увидимся. Очень надеюсь, что будем обсуждать хоть что-нибудь положительное. Спасибо. Ольга Романова, директор и основатель фонда «Руссидящая», присоединилась к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова